Далёкий Египет отправили в первую партию в Сибирск. Сказки демонтировали памятник дворник. За последний день в сибири был запрет в Сибирск. Как только договор с рециклинговой компанией будет заключён, как в доме, в Сибирске, а решают сбору Денисталь. Бесмотря на то, что за Норильском закрепился миф о том, что снег там практически не паян, и в сибири затянули укрытым материалом, к ремонтным работам присутствует уже в четверг. В каких-то городах занимаются в Сибирске. Новости с Максимом Сарповым. Здравствуйте! В эфире новости в студии Максим Сарпов. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Он сам себе говорит, на войне не убили, так зато тут забьют. Ничего святого. В Берёзовском районе неизвестный жестоко избили ветерана. С него требовали деньги. Настягин осуществляет организацию, общее руководство, устойчиво вооружённой преступной группой банды. Его указание при подготовке к совершению преступлений. Отсидит и заплатит. Вынесен приговор главарю банды, нападавшей в Красноярске на инкассаторов. Еженедельно, с этой недели, будем наши ресурсы публиковать отчёты уже по проверкам. Проверка на складах с продуктами для школ. Контроль ужесточён по требованию губернатора. Я бёдрами из бочек таскала. Дочь тушила огонь. Сгори деревня, воды нет. Раз в неделю по талонам. Жители деревни Прутовая в Енисейском районе жалуются, что вода там стала дефицитом. Работу лево! Работу лево! И с воздуха. На Таймыре спецназ отработал действия в случае захвата корабля террористами. Чудовищное преступление в Зыково. Там налётчик избил и ограбил ветерана, которому 94 года. Он единственный оставшийся в селе фронтовик. Теперь негодяи ищут всем миром. Полицейские говорят, для них это дело чести. Антон Шевчук расскажет подробности. Он сам сидит, говорит, на войне не убили, так зато тут добьёт. Эта женщина первая пришла на помощь ветерану, который прошёл всю войну. Зашла его навестить и пришла в ужас. Лицо разбито, на руках синяки. Сразу вызвала скорую и полицию. Фронтовик сбивчиво объяснил. Днём в его квартиру ворвался пьяный мужчина и потребовал деньги. Сегодня пришла, говорю, что с вами, упали что ли? Он тоже свет не включает, другая соль отходит. Да кого, говорит, упали? Ну и рассказывает мне. Зашёл, говорит, какой-то здоровый такой. Ну и вот, говорит, это, давай деньги, 50 тысяч. Фронтовик, которому 94 года, попытался дать отпор. Тогда налётчик его избил и забрал примерно 20 тысяч рублей. Потом отсчитал 150 рублей и дал ветерану со словами «это тебе на хлеб». Отпечатки снимали везде, я тут всё уже помыла. Полицейские работали на месте полдня, опрашивали соседей и местных жителей. Здоровью ветерана уже ничего не угрожает, но сил разговаривать с кем-то, кроме дознавателя, у него уже не осталось. Он правда уже устал. Сейчас я всё помою и поезд и спать. Ну, в общем-то, как-как-как. Только вот в угоду его сдалось. Сотрудница соцслужбы, которая регулярно приходит к ветерану, говорит, что он никогда не закрывал входную дверь. А вот в подъезд попасть не так-то просто. Плющ мы установили недавно. Специально, потому что у нас здесь началось твориться, что попало. Но соседи говорят, что подозрительный мужчина ходил, был здесь. Но мы всегда спрашиваем, когда кто-то приходит, потому что у нас очень дружный подъезд, мы между собой общаемся. Если кто-то посторонний, мы спрашиваем, кому. То, что в этом доме живёт ветеран, знают многие. Он единственный оставшийся в селе фронтовик. К поискам налётчика подключилась вся округа. Ну, как так получилось? Он говорит, да ты представляешь, даже в войну я не получал так. Как здесь, в мирное время. Мы призвали всё население, то есть у нас есть свой чат, да, в Айбере. Также в соцсетях мы призываем всех, кто неравнодушен к этой ситуации, найти этого человека. Но даже, знаете, я вам скажу, что у меня язык не поворачивается этого молодого человека назвать человеком вообще. Уже возбуждено уголовное дело. Негодяя ищут и точно найдут. Полицейские говорят, для них это дело чести. Антон Живчук, Андрей Крупнов. Немисей. Новости. 11 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынесен в Красноярске Алексею Истягину. Это он сколотил банду и организовал нападение на инкассаторов в мае прошлого года. У отделения банка на улице Щёрца трое налётчиков в упор. Расстреляли сотрудников, которые с деньгами вышли из спецмашины. Схватили сумки, в которых было около 2 миллионов рублей, и скрылись на авто. Инкассаторы выжили, им сделали несколько операций. Преступников нашли через 8 дней после ограбления. Истягина признали виновным в организации банды. Он заявил, что деньги ему были нужны для лечения жены. Напомню приговор. 11 лет колонии. Также ему придется выплатить штраф в 120 тысяч рублей, еще 300 тысяч Сбербанку и компенсацию морального вреда потерпевшим. По полтора миллиона каждому. Это просто возмутительно. В Железногорске новое отравление детей. После обеда в столовой школы космонавтики плохо себя почувствовали 11 учеников старших классов. Один из них доставлен в больницу, другим госпитализация не потребовалась. Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа. Представители прокуратуры, специалисты ФМБА, а также Центра гигиены и эпидемиологии. Изымаются образцы пищи, берутся смывы рук персонала, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Добавлю, здесь это уже не первое ЧП такого рода. В марте в этой же школе пищевое отравление получили 17 детей. И этот случай еще одно подтверждение того, что контроль над питанием в школах нужно срочно ужесточать. Такое поручение уже дал губернатор. К проверке качества продуктов для ученических столовых подключились активисты Общественного народного фронта. В рейде с ними побывала Анастасия Тиль. А как часто перебираете овощи? Их перебирают в основном, когда начинают формировать заявки. Здесь тонны еды и все для школьных столовых. Эти склады своего рода транзитный пункт для проверки качества по дороге между производителями и операторами питания. Свежую рыбу везут из Владивостока, муку и крупы с Алтая. Есть и местные поставщики, как правило, молочки и овощей. Продукты для детей сортируют и осматривают. Все должно быть свежим и безопасным. Проверяют и продукты в вакуумной упаковке. Вот здесь уже чищеные морковь, стекла, лук. Конечно же, в первую очередь осматривают внешний вид. Овощей не должны быть без повреждений. Уж тем более гнили. Обязательно маркируются с датой, временем изготовления и сроком годности. Каждый товар имеет свой временной период, где мы сдаем на анализы. Этот или другой какой-то продукт. Вот таким вот образом. Если, конечно, визуально мы видим, что товар что-то не так, мы его проверяем уже на качество дополнительно. К поставщикам школьных обедов внимание стало еще острее. В марте больше сотни детей заболели иерсинеозом. Чтобы подобных чипа и не повторялось, губернатор поручил усилить контроль и сделать тему детского питания максимально открытой. Качество продуктов и их хранения теперь проверяют и общественный народный фронт. По хранению, допустим, посмотрели по фруктам, овощам. Были вопросы, где рядом были уже отсортированные фрукты, овощи. Находились рядом с теми, которые, так сказать, выбраковка была. Ну, отложили, сказали, что такого повториться не должно. Чем короче цепочка от поставщиков до школьных столовых, тем проще отследить и качество продуктов. И на каком этапе процесс дал сбой? Чтобы сделать процедуру прозрачнее, в центре питания разрабатывают новое, единое меню. Будет единое меню по городу Красноярску, будет контроль за поставщиками питания. На сегодня уже знаем всех 62 поставщика. Отрабатываем с ними по всем направлениям, поэтому контроль ведется. Еженедельно с этой недели будем наши ресурсы опубликовать отчеты уже по проверкам. Первые итоги есть. Наша страничка в полном объеме практически заработала в сайте главного управления образования. Остается тотальный контроль и в школах. Там родители изучают меню и рецептуру обедов. Причем прийти с проверкой в столовую они могут в любой день без предупреждения. Анастасия Тилия, Александр Ермошенко, Енисей. Новости. Старинный кабак и торговые ряды. Далее о том, что хранит под собой площадь УБКЗ. Внимание, вакансии. Приглашаем на работу отделочников, каменщиков и электромонтажников в город Тейшет. Жилье и достойная зарплата. Телефон 256-48-83. Создай свое настроение. Контрастная весна и энергия лета в коллекции обуви Ионесси. Это новое начало. Будьте смелыми. Выбирайте счастье и безупречный комфорт. Обуви из натуральной кожи. Ионесси. Обувь, которая вдохновляет. Красноярский экономический форум. Экономика и пандемия. Российский взгляд. Мировые эксперты. Капитаны бизнеса и политики. С 12 по 16 апреля. Смотрите трансляцию на сайте форума. КФ21.РФ А чем вам нравится стиральная паста Альба Автомат? Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер. Альба Автомат. Стирает чисто. Эффективно. Удобно. КПК Совет. Исполняется 5 лет. В честь юбилея дарим подарки каждому. Доходность по сбережениям до 9% годовых. Приходите в офис организации или звоните по телефону. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель доступную каждому. На Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Цифры опять тревожные. За сутки в Крае зарегистрировано еще 120 случаев заболевания ковидом. В Красноярске плюс 43 инфицированных. В Ачинске 20. В Минусинске 11 и 8 человек в Шушинском районе. 10 пациентов скончались. Выписано 114 человек. Сейчас на карантине находятся почти 15 тысяч жителей края, контактировавших с заболевшими. На лечении остаются 1786 человек. Еще один барьер перед инфекцией. В красноярских многоэтажках начали устанавливать рамки, которые обрабатывают всех входящих обеззараживающим раствором. Жители уже оценили полезные устройства. Как это работает, выясняла Юлия Чопчиц. Теперь это облако дезинфицирующего пара поможет бороться с вирусами всем жителям Высоткиной Республики. Прошел через специальную рамку и домой попадаешь почти стерильным. Такие устройства, которые распыляют обеззараживающий раствор, установили в двух домах на входе в подъезды. Я думаю, что было очень полезно, потому что люди ходят разные у нас в подъезды. В том случае курьеры всякие, различные почты. Мы же не знаем, где. В автобусах люди ездят. Поэтому я думаю, что это не вредно точно. Лишним не будет, поэтому для какой-то дезинфекции подъезда ничего плохого в этом не вижу. Дезинфицирующая рамка может срабатывать как автоматически, так и при нажатии кнопки. Жители этого дома выбрали второй вариант. А вообще само устройство сделано нехитро, объясняет электрик из местной управляющей компании. Зато действует безотказно. Вот это вот бачок с обеззараживающей жидкостью. Это вот сам компрессор, который подает в подсумки жидкость. Такие дезинфицирующие рамки предложила установить управляющая компания. А жители эту идею поддержали. Ведь дом одноподъездный, все ходят и заходят в одну дверь. А наличие рамки – хоть какое-то спасение от вирусов. Там, где наибольшее количество людей проходит, мы приняли решение с советами домов поставить дезинфицирующие рамки. Потому что все-таки безопасность граждан – это самое главное. И какой бы хорошей техничкой ни была, она не может 24 часа в сутки стоять и протирать ручки, и проводить обеззараживание. Обеззараживающие конструкции – полностью отечественная разработка. Собирают их в Красноярске. Стоят они относительно недорого. Поэтому поставить такие смогут все желающие. Обращаться с таким предложением нужно в свою управляющую компанию. В администрации города полностью поддерживают такие инициативы. Юлия Чопчис, Артем Струговец, Енисей и Новости. Вода по талонам и только раз в неделю. В таких условиях вынуждены жить люди в деревне Прутовая в Енисейском районе. Многим приходится экономить драгоценную влагу и топить снег. Наш СОПКОР по северу края Андрей Давыдов выяснял, что там случилось и есть ли надежда на лучшее. Топить воду из снега теперь для Николая обычное дело. В хозяйстве коровы, козы и свиньи всех нужно напоить, а водовоска в деревню приезжает только раз в неделю. Вот и приходится добывать влагу дедовским способом. Процесс несложный, но трудоемкий. Но скоро растает, тогда брать дополнительную воду будет негде. Пока натаскаешь, дрова уходит, надо же нагреть ее, чтобы бочку натаскиваю, потом водой горячей заливаю, потом обратно переливаю туда ее. Сейчас хоть буду собирать талую воду, а дальше снег кончится, не знаю, что буду делать. Проблема с водой в деревне старая. В советское время ее привозили за счет колхоза, потом долгое время снабжали за наличные деньги. В последнее время решили перейти на талонную систему. Вот он талон, на одну бочку воды, 200 литров. Привозную воду жителям наливают вот по таким талонам. Его стоимость 20 рублей, причем получить их можно только в соседнем поселке. В месяц на одного человека положено не более шести бочек. Люди говорят, для деревни этого очень мало. Конечно мало. Тут в основном стирка, баня, приготовка, мойка, это все. Вода расходит рассильно. Почему так стало, я не знаю. Почему сократили это дело, это не объясняют. Особенно острый вопрос подвоза воды встанет летом, в жару. На одну поливку огорода в день уходит несколько бочек. И это не говоря о собственных нуждах. Почти такая же ситуация и в деревне Горская, поселках Байкала и Жакова. Люди с ужасом говорят, случись пожар и потушить нечем будет. Время войны два колодца было. Один в начале, другой в конце. Люди пользовались. Время тяжелое было. А соседка в тот раз, появился пожар у нее, загорелся. Мы что, дочь дома была. Мы ведрами, дочь через забор перелезла, я ведрами из бочек таскала. Дочь тушила огонь. Сгори деревня, воды нет. Сейчас в деревне не осталось ни одного колодца. Скважины бурить дорого. Продовая стоит на высоком берегу и водоносные пласты залегает очень глубоко. Местные власти говорят, делают все, что можно. На днях договорились с ресурсоснабжающей организацией об изменении графика подвоза. Пришли к общему мнению актуализировать график поставки воды, наиболее оптимальный для обеспечения всех населенных пунктов, находящихся на нашей территории. Также мы со своей стороны, скажем так, выразили пожелание осуществлять поставку воды в том объеме, который требуется непосредственно для населения. Впрочем, кардинально водный вопрос это вряд ли решит. Но люди говорят, и этому будут рады. Пока другого выхода просто нет. Андрей Давыдов, Дина Салимов, Енисей, новости. Молниеносный штурм на земле и с воздуха. Росгвардия провела масштабные учения в Заполярье. Бойцы спецназа отрабатывали действия по освобождению захваченных террористами судов. Учения проводились в максимально сложных условиях. На гигантском контейнеровозе в районе Дудинки. В считанные минуты силовики должны были взять корабль под контроль и захватить преступников. Вот как это было. По легенде группа террористов проникла на борт корабля, чтобы похитить перевозимую в контейнерах взрывчатку. Спецназовцы должны были освободить заложников из числа судовой команды и обезоружить преступников. Несмотря на то, что в операции были задействованы бойцы из разных подразделений, нашего края, Кемерово, Новосибирска и даже Чечни, сработали все быстро и слаженно. Кадры, снятые во время учений, напоминают захватывающую компьютерную игру. Работаю лево. Старинный кабак, торговые ряды и сотни других интересных находок. Оказывается, одна из центральных площадей Красноярска хранит под собой множество тайн. Археологи обнаружили в ее недрах останки древнего города. По сильную помощь им оказала моя коллега Евгения Шелковникова. Это деревянное основание какого-то потула, в который, скорее всего, провалилась стоящая сверху печь. На пятачке у большого концертного зала археологи раскопали не просто развалины крестьянских или купеческих домов, а можно сказать, ядро общественной жизни старого Красноярска. Судя по количеству бутылок из-под огненной воды и россыпи мелких медиков, здесь находился популярный в конце 18-го столетия кабак. По соседству руины еще каких-то подвалов. Это, скорее всего, какие-то торговые помещения, либо вот что-то, где люди проводили досуг. К сожалению, более точно сложно сказать, потому что очень много уничтожено. И нам вот посчастливилось с самой низ зафиксировать этих конструкций. Ну, хотя бы что-то. Это тоже очень большая информация. Потому что вот этот вот край площади, он очень слабо изучен, про него очень мало известно. То есть, в основном, все работы происходили вот там, в районе филармонии. Археологи работают здесь всего лишь месяц, но уже обнаружили богатейшую базу для изучения. Орудовать инструментами здесь нужно очень осторожно, потому что находки буквально на каждом шагу. Уже обнаружено более 800 экземпляров. Вот посмотрите, еще одна, кажется, медная монета. Давайте поставим флажок. Это все неудивительно, потому что в конце 18 века здесь, на этом самом месте, был общественно-торговый центр города, Старобазарная площадь. И жизнь здесь в прямом смысле кипела. А вот здесь всего лишь на 40 сантиметров глубже нашли следы стоянки древних людей эпохи Палеолита. Это почти 10 тысяч лет до нашей эры. Можно сказать, двойная археологическая удача. Ученые торопятся как можно тщательно изучить эту территорию, составить полное представление об историческом памятнике. Ведь совсем скоро здесь начнется строительство нового пешеходного моста от Большого концертного зала к музею Площадь мира. Я думаю, что мы еще и на слое эпохи Палеолита интересные комплексы найдем. Археолог мечтает о помойке, потому что помойка – это самый большой информативный комплекс, который представляет интерес для изучения. Большое количество индивидуальных предметов аккумулировано. Вот, может быть, мы древние помойки найдем здесь. Там будут кости животных. Вот уже сейчас северный олень вышел. Валяются косточки на слое. Раскопки на этом участке продолжатся до 19 апреля. Ну а после историческое место сравняют бульдозерами, чтобы приступить к строительству виадука. Евгения Шелковникова, Александр Ермошенко. Енисей новости. Законы Ома и Кулона. Как играючи изучить физику в школе, расскажем далее. Приглашаем вас на масштабный форум «Пищевая индустрия». Вас ждут бесплатные мастер-классы, выставка оборудования для производства продуктов, а также большая ярмарка вкусной еды от краевых производителей. Только с 7 по 10 апреля в МВДЦ Сибирь. Ноль плюс. Всем на свете нужен дом. Людям изберят там. Всем на свете нужен дом. Даже, 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 даже собачат там. 8, 9 и 10 апреля в органном зале в исполнении рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Александра Фисейского. Музыка барокко, эпохи романтизма и 20 века. Подробности на crossfield.ru. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика смайл. Более точная и менее травматичная. Только в смайл-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Человек проводит в пути почти 4,5 года своей жизни. Заставьте это время работать на вас. Ваша реклама на мониторах формата 12 на 4 и 8 на 5. 6 на 3 и 4 на 3 на ключевых улицах города. А также 70 экранах сети формата. Рекламная компания Илан. Город теперь ваш. Дорога будет. Жителям одного из дачных поселков под Девногорском наконец-то пообещали сделать нормальный проезд до их участков. Добивались они этого много лет. И вот дело сдвинулось с мертвой точки. Почему, расскажет Екатерина Любин. Ну, так вот, два километра мы идем до ближайшей остановки с детьми. Нет машины, иди пешком, говорит жительница СНТ «Зорька» Элина Щебланина. Дорога разбита, водители автобусов сюда просто отказываются ездить. А на такси, в школу и на работу выходит дорого. Ты идешь вдоль дороги, машин моря, потому что здесь есть предприятия, которые в это время тоже идут на работу, едут на работу. И, соответственно, это просто, вот, два шага сделал, в сугроб лезешь пропустить машину. Два шага сделал, в сугроб. Вот так и идешь. Ну, и, да, куда деваться? Ну, или уже совсем, когда холодно, ну, вызываем такси. С просьбой отремонтировать дорогу женщина обратилась в общественную приемную партии «Единая Россия». Ответили быстро. Сегодня на месте работала серьезная делегация. Все эти вопросы мы сейчас поставили на контроль, связались буквально с людьми на прямой связи с министром транспорта Красноярского края Константином Николаевичем. Определили, что это все будет решено и сделано поэтапно. Отремонтировать дорогу, говорят, в мэрии должны были еще в прошлом году. Но случилась пандемия. Работы перенесли. Сейчас повторно отправили заявку на краевую субсидию. Мы планируем в летний период начать такие работы, если все будет хорошо. Второй этап – это освещение, это уже муниципальные полномочия. Мы будем у себя изыскивать деньги, бежишь, для того, чтобы эту работу провести. Потому что это в том числе безопасность пешеходов. Закончить все работы планируют в следующем году. При этом автобусный маршрут до СНТ продлят уже в ближайшее время. Екатерина Любима, Андрей Круфнов, Енисей. Новости. А в Красноярске 15 апреля начнутся сезон ямочного ремонта. В планах залатать дыры на 30 улицах города. О том, почему одни и те же участки приводят в порядок каждый год, когда с Пашиного можно будет выезжать сразу на 4-й мост и где еще построят новые дороги, пойдется речь в программе интервью на телеканале Енисей сразу после этого выпуска новостей. А пока небольшой фрагмент беседы. Если по вине баланса держателя дорог произошло такое дорожно-транспортное происшествие, где машина повредилась, оторвалось колесо и так далее, собственник автомобиля, конечно, вправе обратиться в МКУДИП, обратиться в суд, чтобы взыскать нас как с баланса держателя. То есть на вас надо в суд подавать? Да. Играй и учись. Школьники со всего края поучаствовали в онлайн-викторине на знании одного из самых сложных разделов физики. Это стала отличной разминкой в преддверии итоговых экзаменов, которые у старшеклассников уже буквально на носу. Как прошел интеллектуальный квиз и почему учителя поощряют такие формы обучения, расскажет Евгения Шелковникова. Вопросы на смекалку, логику, внимательность и, конечно же, знания, какие бывают источники электричества, самые экологичные способы выработки энергии, законы Ома и Кулона. За один час восьмиклассникам пришлось вспомнить внушительный объем пройденного. Интеллектуальный онлайн-квиз, организованный компанией Красноярский энергосбыт, объединил команды юных физиков со всего края. В нем поучаствовали полсотни команд практически со всех районов. Про формулы было, то есть вот про город Омск, где были вольты и амперы, нужно было то есть знать эту формулу. Типа Ома — это сопротивление, сопротивление измеряется в Омах. Ну, про источники я узнал то, что, например, молния проводит, типа электричество. Ну, это было понятно, я просто позабыл немного. Некоторая практика должна подкрепляться теорией. Например, и жизненные примеры тоже подкрепляются какой-то теорической физикой. И просто, чтобы лучше запомнить, нужно учить теорию и смотреть на практики. На столе у каждой команды разрешенная шпаргалка, в которой, если постараться, можно найти ответы на все вопросы. Это научно-художественная энциклопедия для школьников «Электроплан». Ее выпустила компания «Русгидро». Я вот книгу прочитать еще не успела, только полистала. Но что сразу бросается в глаза, насколько понятна здесь изложенная информация. О сложных энергетических процессах очень доступным простым языком и обязательно с примерами. Главное — интересно и увлекательно. Онлайн-викторина, организованная Красноярской энергосбытом, вызвала большой отклик и у педагогов. Такие занимательные факультативные часы необходимо проводить регулярно, уверены они. Мы за то, чтобы школа открывала свои двери, сотрудничала с компаниями, которые действительно могут рассказать лучше, чем простой теоретик-физик, о физических явлениях, познакомить с теми явлениями, с которыми школьник встречается каждый день дома. Команды, занявшие призовые места, получили подарки от Красноярской энергосбыта, а экземпляры книги «Электроплан» переданы в школьные, городские и районные библиотеки края. Евгения Шелковникова, Алексей Овсянников, Енисей Новости. К этой минуте у меня все сообщения. В студии был Максим Сарпов. До новых встреч. Прогноз погоды в Красноярском крае на вторник, 6 апреля. В Туруханском районе на юге Таймыра и Февенкии преобладает облачность. В Хаттенге и Норильске пройдет снег, а в Туруханске небольшой дождь. Ночью от плюс 1 до минус 19 градусов. Дневная температура от минус 13 на острове Диксен до плюс 8 в Байките и Вановаре. В северной группе районов Красноярского края облачно. Местами с прояснениями и небольшим дождем. Ночная температура до минус 3 градусов. Днем до плюс 11. В восточной части региона облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до минус 4, днем до плюс 12 градусов. В центральных районах Красноярского края преимущественно мало облачно, осадков не ожидается. Ночью до минус 3, днем до плюс 13 градусов. В западной группе переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура 0, минус 3. В светлое время суток плюс 9, плюс 12. На юге Красноярского края небольшая облачность, без осадков. Ночью до минус 3, днем от плюс 9 в Красно-Туранске до плюс 16 градусов в Минусинске и Ермаковском. В Красноярске 6 апреля ожидается небольшая облачность, синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до минус 1, днем до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В большом концертном зале Красноярской филармонии праздничная атмосфера. Представители государства, общества и церкви, многочисленные зрители и сами исполнители собрались здесь во имя милосердия. Все собранные благодаря концерту «Голос души средства» пойдут на строительство социального центра для особых детей при Казанском храме краевой столицы. Почти два десятка красноярских коллективов приняли участие в благотворительной акции. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По словам руководителя Красноярской организации поддержки детей-инвалидов «ЩИД», инициировавшей строительство центра, подобные мероприятия способны привлечь внимание общества к проблемам особых детей и их родителей. А планируемое через два года открытие центра станет уникальным событием не только для города и края, но и для всей России. Мне так хотелось бы, чтобы он в течение двух лет был построен. Знаете, когда затягивается стройка, когда это уже начинается, уже знаете, какое-то, ну, оно как оседает, и уже прям вера теряется, хотя этого нельзя делать, но мы надеемся, во-первых, будем стремиться, и я знаю, что мы этого добьемся. Мы построим в течение двух лет этот центр, тем более с такими людьми, с такой помощью, с такой подмогой. Несмотря на то, что центр строится на территории православного храмового комплекса, посещать его будут дети с ограниченными возможностями вне зависимости от вероисповедания. Было принято такое решение о строительстве вот этого детского центра. А, конечно, в первую очередь, вот и там, и вот родители могут где-то вот оставить детей, и там дети проходить какие-то кабинеты будут, медицинские кабинеты. Ну, вот такие вот у нас есть уже сделан проект по этому детскому центру. В здании будут располагаться игровые досуговые комнаты, библиотека, спортивный зал. Также посетители центра смогут узнать больше о православии. На месте созидаемого храма Казанской Божьей Матери и комплекса созидается вот этот удивительный дом милосердия, дом любви. Для тех, кто в этом очень нуждается, а, наверное, больше нуждаемся мы, здоровые на первый взгляд, а на самом деле без помощи тех, кого мы подчасти замечаем, мы не сможем достичь прогресса, восхождения по лестнице благородства человеческого и гармонии. Отрадно, что одна из главных христианских добродетелей – милосердие – возвращается в общество.